Привет! Я только что вернулась со своего первого занятия по йоге. После долгого перерыва я взяла индивидуальные тренировки. И я хочу поделиться своими мыслями на эту тему. Вообще, на самом деле, с йогой я знакома довольно давно. Вообще, раньше, 12 лет назад у нас в компании был друг, у которого девушка занималась йогой. И как только ты узнавал, что она занимается йогой, и говорила, вау, она занимается йогой, она какая-то особенная. То есть, это была такая экзотическая диковинка, которая не была известна в общих кругах, то есть так же, как и умение есть китайскими палочками. Да, были такие времена, сейчас всё изменилось. И сейчас очень многие занимаются йогой. На самом деле, йога – это целая такая система оздоровления, которая включает в себя и питание, и мировоззрение, и образ жизни, и образ мыслей, и всё-всё-всё-всё-всё вот в этом вот комплексе. Но, на самом деле, так как всё-таки принятие религии – это довольно серьёзный такой вопрос, да, то многие россияне и вообще люди в мире, они используют как раз-таки йогу как систему физических упражнений, физических, энергетических для поддержания здоровья своего тела. Первый раз с йогой я познакомилась в Новороссийске, я ходила на групповые занятия, и там нам давали определённый тип дыхания, ассаны, я ходила на хатка-йогу. И да, мне было интересно, я, можно сказать, скупила свой позвоночник, научилась там расслабляться, правильно дышать, ну, как я думала, что я умею правильно дышать, тоже объясню почему. Вот, дальше я ходила на йогу к Радживу. Здесь был такой спортивный клуб, может, кто знает, Вау, Калифорния, и он как-то очень быстро закрылся. Вот я ходила к Радживу, он сам индус, из Индии, очень такой интересный дядечка. Сейчас он открыл свой клуб йоги, ну, там у него начинается всё с молитвы, он ходит там в одеяниях, то есть он именно сделал такую небольшую секту. Честно скажу, мне такие вещи не нравятся, поэтому я пошла на индивидуальные занятия к человеку, который не очень фанатичен, ну, по крайней мере, так показалось, она мне не навязывает свои нравозрения, всё остальные такие вещи, да. Но есть некоторые, вот сегодня я вам рассказала, некоторые важные вещи, которые следует учитывать, если вы решили заняться йогой. Первое, да, первый момент, что правильно, если ты давно не занимался йогой, если у тебя есть серьёзные какие-то проблемы со здоровьем и так далее, то с чего начинать йоги, это с того, что научиться правильно дышать. Дыхание в йоге идёт в основном вот средней частью рёбер, не очень видно, но, думаю, ничего страшного. То есть дыхание идёт не верхним отделом, не животом, а именно рёбрами. Задерживается дыхание, и на вдыхание вот прижимается нёба, и вот такой звук. Вот таким звуком надо вдыхать и выдыхать. На всех упражнениях. И вот я сегодня вот поняла, почему? Потому что, когда ты в какую-то позу становишься, тебе больно, тебе хочется сказать... Вот если ты вот в это время держишь замок, да, вот с этим вот придыханием, то у тебя не получится это сказать. И ты больше расслабляешься. На самом деле вот дыханием йоги, да, которые... Их много разных типов. И с помощью как раз-таки дыхания йоговского во время схваток я смогла убрать боль. То есть в самый такой активный момент схватки я уходила в дыхание, уходила в расслабление. Не то, которые, да, вот учили мамочек на курсах для беременных, а именно йоговская система дыхания. И мне не было настолько вот прям больно от того, что я могла сидеть спокойно есть. Да, власть заходит, там у меня аппарат подключён, что схватки зашкаливают, а я сижу спокойно ем. Врач такой говорит, потому что у тебя же схватка, вот сейчас вот на максимуме. Я говорю, а я дыханием просто боль снимаю, я обезболиваю. И в самом деле, когда ты максимально расслабляешься, то боль просто не чувствуется. Это первое, да, что все занятия йогой, йогой надо начинать с правильного дыхания. Я дома просто до этого делала, да, какие-то асаны, которые, вот я знаю, да, те же пять тибетцев. Там тоже есть твои нюансы, как выяснилось, да. То есть, в принципе, я думала, что я прорабатываю всё, что я вот занимаюсь йогой. Нет, я сегодня поняла, что я многие асаны выполняю неправильно. И без правильного дыхания не получится правильно выполнить асаны, не получится максимально уйти в ослабление, растянуть мышцы, ослабить блоки. Вот первое, это идёт работа с дыханием. Второе, это идёт, надо вот поставить баланс тела. То есть, например, да, вот у меня сейчас проблема с полномочником. А на самом деле осанка – это очень важная часть здоровья. Вот. Потому что, ну, кто-то верит в энергию, кто-то не верит. Кто-то не верит в энергию, будем говорить про кровообращение, да. Что когда вот мы сутуримся, у нас там всё зажимается, защемляется, и просто кровь, она не может нормально циркулировать. Как вот энергия, кровь, в принципе, то же самое, да. Не может циркулировать, и в итоге у нас идут нарушения, как в работе головного мозга, так в работе всего организма. То есть, если кровь плохо поступает к мозгу, то о чём вообще речь, о каком развитии, о каком вообще росте, о каких вообще изменениях в жизни и всем остальном, если у тебя просто не хватает сил, да, на то, чтобы нормально думать. А когда вот позвоночник в порядке, когда ты вот, у тебя спонаровная, да, правильная осанка, всё правильно, во-первых, изменяется мировосприятие, во-вторых, меняется именно, улучшается здоровье. Вот. И вот в йоге как раз-таки второй этап, это идёт остроение тела. То есть постановка так, они убирают зажимы лёгкими какими-то осанами, несложными для того, чтобы убрать зажимы, чтобы нигде ничего не мешало занять правильное положение тела, позвоночника. Вот. Это второе идёт, это работа остроении тела. Дальше уже идёт, убираются блоки растяжением и укреплением мышц. И следующий этап идёт уже работа с суставами. И здесь тоже такой важный момент, потому что очень много грязи, всяких шлаков, лекарств, всё равно оно всегда как раз в сухожилиях, в связках и в суставах. Вот. И когда ты начинаешь работать как раз с суставами, со связками и так далее, идут обострения. В чём это выявляется? Там может быть как кожная осыпь, так это может быть головная боль и разные реакции. У меня проблема в том, что после длительных занятий йогами, то, что длительных, когда я начинаю делать упражнения на эту часть, у меня возникает головная боль. Поэтому я стараюсь делать это как аккуратно, чтобы не было обострения, потому что нужно жить хочется. Но сегодня мне сказали, что повиня, надо перетерпеть обострение, не надо, когда начинается обострение, не останавливаться и продолжать заниматься. Следующий момент. Перед йогой. Если вы утром планируете заниматься йогой, ну не просто как комплекс упражнений, а по-настоящему с дыханием, с правильной постановкой осан и так далее, перед сном желательно не есть после 6 часов вечера водичка, водичка какие-нибудь, может быть какой-нибудь фруктик, что-нибудь такое, но желательно вообще. Утром тоже только вода. И после занятия йогой желательно тоже не есть никакой такой тяжелой пищи, фрукты или овощи. Ну желательно какой-нибудь фрукт. Я пыталась уточнить, какой именно фрукт лучше всего есть, но ответ на вопрос я не получила. Как-то она так ушла, вернула в другую сторону. Вот, дальше в течение дня после занятия йогой нежелательно переохлаждаться. В том же числе нежелательно посещать бассейн и купаться в море. Можно понимать травяную сауну, это вот лучше делать до йоги, но на самом деле тоже вот это спорный вопрос, потому что лучше чувствовать свое тело, когда ты занимаешься йогой. А сауна, она размягчает мышцы, и как бы ты уже не так чувствуешь, где у тебя блоки, где у тебя жимы, все остальное. Что в йоге очень важно в самом начале, когда работать с инструктором, это узнать, прочувствовать, где у тебя проблема, и эту проблему убрать, убрать этот блок, выявить там все. Вот, она дала мне несложно, то есть сейчас мы полчаса с ней занимались надыханием, там разные варианты, в разных позах пробовали, как лучше именно для меня, потому что если взяла в группе, там был общий такой уже продвинутый уровень, да, а человек, у которого проблемы со здоровьем, там вот мы вот шаг за шагом это все прорабатывали, смотрели, также вот последствия моей последней травмы, она тоже смотрела там, уже подстраивалась по то, как это лучше сделать. Вот, дальше, что еще она сказала? Она сказала важного, ценного, интересного. Массаж, массаж тоже после йоги она не рекомендует, в течение тоже суток, а потом уже, ну, смотри, да, желательно не тайский, а желательно масляный расслабляющий массаж, чтобы снять напряжение с мышц. Ну, и, конечно, пить побольше чистой воды. Ну, так мы все знаем, да? Ну, старение мать учения. Вот. И могу сказать по своим ощущениям, что индивидуалка, да, она гораздо эффективнее для меня, чем групповое занятие. Пусть оно стоит дорого, но это того стоит. Просто я поняла в свою жизнь одну вещь, что нет ничего дороже здоровья. И надо все усилия бросать на то, чтобы его поддержать. Вот. Я потом покажу саны, которые она мне дала, на самом деле. Это бы... То есть я выяснила, что, например, собаку мордой вниз я исполняю неправильно. Что там вот я делала напор в основном на ноги, а там надо наоборот. Ноги можно, оказывается, даже немножко разогнуть, ну, как согнуть, но главное, чтобы вот была ровная линия спины с попой головы, да, чтобы вот одна линия, чтобы это вот все выпрямилось. И реально после вот занятия я чувствую, что у меня немножко раскрылось еще больше. Кутная клетка и ушел небольшой зажим. То есть он полностью не ушел, но уже я чувствую себя гораздо легче. Вот. И тоже вот то, к чему я пришла, что если возникли проблемы с здоровьем, да, как у меня вот после операции они делали Кесарева, и после... Что, в общем, пошло не так, что там то ли пережали, то ли перерезали, не знаю. В итоге я вот в таком вот состоянии, да, я вот долго... Три месяца я вообще ходить не могла, а потом вот я вот в таком состоянии и вот потихонечку, 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 потихонечку начала выравниваться. Сейчас я еще не идеально выравнивалась, но я к этому как раз стремлюсь. Просто я поняла, что я уже сама не справляюсь и обратилась к специалисту. Да, я дома делаю зарядку. Следующее, что я делаю, я постоянно стараюсь держать осанку. Следующий момент. Я делаю самомассаж. Ну, самомассаж, он не может... То есть я сама себе... Я знаю, где у меня болит, да, но я не могу эффективно себе проработать эту вещь. Массаж, он, в принципе, тоже хорош, тайский особенно, да, но все равно он не может воздействовать на те группы мышц, которые задействуют как раз-таки в йоге. Вот, поэтому это... В комбинации идет массаж, самомассаж, йога. Также очень эффективно для восстановительного курса это идет травяная сауна. И плюс внутренний прием травок для улучшения выведения токсинов. Это могут быть травяные чьи, это может быть клетчатка или какие-нибудь дефектикационные программы. Там, тайский тракт, например, геранжет, да, она ускоряет вывод медикаментов из крови. Вот. Ну, вот сразу после занятия йогой я вот специально ничего не делала с лицом. Вот видно, у меня появилась небольшая сыпь, легкая. То есть это, в принципе, нормально. После йоги может повышаться температура. После йоги может обсыпать. Так же, в принципе, как после массажа и после самомассажа. Пугаться не стоит, потому что кожа – это наш самый большой орган, который помогает нам очищать. То есть через кожу, через пот выходит вся грязь нашего организма, которая накопилась. Вот. Ну, в целом, вроде я все зафиксировала, что я хотела сказать. Ничего не забыла. Ну, если что, я... Следующее занятие у меня в следующий вторник. Вот после него, если еще появится интересная мысль, я тоже запишу. Ну, и также потом уже отдельно покажу, а самое сейчас я пошла в работу. Всем привет! Спасибо, что меня слушали.